Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Это известная цитата Романа Льва Толстого отражает реальность жизни и актуальность семейного служения в наши дни. С 28 июня по 1 июля в местечке Лауласма под Таллином состоялся семейный лагерь, в котором приняли участие более 20 супружеских пар. Всего вместе с детьми в лагере принимало участие 110 человек. На протяжении четырех дней была возможность провести время с семьей, пообщаться со старыми и познакомиться с новыми друзьями, насладиться прекрасной природой и провести большую часть времени на свежем воздухе. Для духовной части из Санкт-Петербурга были приглашены Лев и Мария Гринфельд, консультанты по вопросам семьи и брака. Тема продолжает наш специальный корреспондент Лилия Мюллер. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, мы представляем вашему вниманию интервью взятого семьи Бордеян. С нами сегодня Люда Аким. Здравствуйте. Здравствуйте. И мы хотели у вас спросить, что сегодня тут вообще такое происходит, с чем это связано и который раз? У нас проходит здесь семейный лагерь, очень такой веселый, разнообразный, всесторонний. Вот, а какой раз? Ну, в этом году десятый раз, то есть у нас получается, как своеобразно, такой, ну, круглая дата, 10, это уже 10 лет подряд у нас проходят семейные лагеря. Но вот в этот раз мы собрались в таком вот красивом, спокойном, таком живописном месте, недалеко от Таллина, тут также, ну, находится также недалеко море. Вот вчера была погода намного лучше, солнце, тепло было и даже некоторые покупались, позагорали. Ну, а сегодня погода обычная, эстонская, такая вот дождливая, но ничего, нам это настроение не портит. Да, для тех, кто сгорел, сегодняшняя погода очень даже подходящая. Люда, кто те люди, которые здесь служат, кто те люди, которые здесь ведут программу, откуда эти люди, что-то расскажи о них. У нас замечательные вот повара. Лена Силаме уже служит несколько лет подряд, вот так усердно, вкусно и от всего сердца. Ей помогает Юля Абдулахидова, многим знакомая, наверное, из вас, так что она тоже всесторонняя, хорошо, вот нам всегда вкусно. И еще, конечно, у нас вот кто ведущие тем и вот наших бесед, это пара из Питера, Лев и Мария Гринфильд. Очень замечательные люди и они вот проводят такие интересные темы, они с дочкой своей, вот. А помогают еще у нас есть няни, которые сидят с детьми, тоже замечательные люди. В этом году у нас необычная команда, братья, так что детям очень весело, все возвращаются вечером довольные, отдохнувшие и сразу спать. Аким, ты сказала, что уже десятый год проходит лагерь. Это вообще трудно заниматься таким служением? Легко ли откликаются семьи на призыв поехать в лагерь? С детьми обычно приезжают или без детей? Вот по твоим наблюдениям, как все это проходит? Ну, лагерь проводить достаточно, если есть команда, то не так сложно. И вот у нас именно такая команда хорошая. Мы разделили ответственности, зону ответственности, например, одни занимаются кухней, другие там программы, а третий там, ну, кто-то там еще с гостями, то нормально. То я как вижу, что десятый год, это мы, в принципе, выросли с людой вот именно в семейных лагерях. Вот нам тоже будет в этом году одиннадцатый год нашего брака, то мы как вот поженились и вот сначала, вот с первого раза, с первого вот этого года нашей семейной жизни, вот ездили каждый год. Вот буквально последние три года, последних вот нам доверили, и вот это служение. Каждый раз вот мы испытываем такой, уже, так сказать, нарабатываем опыт. Спасибо за ваш оптимистический настрой, за то, что вам это нехлопотно и в радость. И я так полагаю, что лагерь этому быть, продолжаться. Дорогие радиослушатели, перед нами Лев и Мария Гринфельды. Они приехали к нам из Санкт-Петербурга, и они являются в нашем семейном лагере лекторами. Расскажите, пожалуйста, какая основная тема, какие вопросы поднимались, обсуждались? Ну, тема, ее очень сложно определить, потому что это был такой обзорный семинар, то есть мы затронули основные темы, на мой взгляд, по крайней мере, то, что нам кажется основным. Значит, говорили о понимании, обобщении, о конфликтах, говорили, затронули тему интимных отношений, затронули темы. О том, какие мы разные, о том, какие мы разные, чем отличается мужчина от женщины, как общаются, как эти различия влияют на конфликты, на общение, на взаимоотношения, то есть на все, на все, на все. К сожалению, наверное, тут нет возможности очень глубоко уйти в какую-то одну из тем, но это хороший обзор того, из чего складываются, из каких кирпичиков складываются семейные отношения, поэтому начали как раз с Божьего замысла, с того, как Бог задумал семью, ну и дальше мы отдельный элемент, отдельные кирпичики этого замысла уже пытались на протяжении всего лагеря рассмотреть. У вас очень большой опыт не только по лагерям, но и вообще семейного консультирования. Скажите, пожалуйста, эстонская русскоязычная часть их, или, скажем так, тех, кто собрался здесь в публике, отличается по своим запросам, проблемам от, например, семейных пар России? Ну вот, не знаю, мне кажется, что очень похоже все. Я вот буквально на семинаре делилась, возник вопрос про измены в семье, и я помню, какой для меня был шок, когда прочитала, когда проблемы случались в христианских семьях, это была переведенная книга, я думала, что такие проблемы есть только в Америке, у нас таких проблем не бывает. А потом, когда мы столкнулись с точно такими же проблемами, как вот по кальке из книги, взятыми в семьях близких нам людей, я поняла, что как грех одинаков, везде в любой культуре он действует, так и благословение Божие, они действуют одинаково в любой культуре. Поэтому Библия, она является вечной книгой для всех времен и народов. Она затрагивает общечеловеческие ценности, общечеловеческие принципы. Нас будут смотреть и слушать, и те люди, которые не смогли побывать в этом лагере, может быть, какой-то, ну нельзя сказать универсальный, но все-таки совет или назидание короткое для мужчин и для женщин. Ну, общее для всех – это умение принимать другого человека, не переделывая его, а понять, вот что за ценность мне доверена и как мы можем наладить отношения и строить что-то вместе с этим. Для мужчин, конечно, есть своя, есть ответственность, которая есть, которая никуда не деться, и нам нужно уметь брать ее, нести ее на ответственность. При этом это не значит, что мы должны все нести на своих плечах. Мы можем и должны уметь раскрывать, делиться и пытаться понять, что же такого ценного, и какое место в этом занимает наша супруга. И вот мы сравнивали, смотрели на взаимоотношения в Троице и взаимоотношения в семье, как Отец Небесный, который ценит Христа, вводит его в Вселенную, наслаждается и говорит, пусть поклонится ему вся Вселенная, пусть все творение поклонится ему. Вот желание, чтобы жене, на самом деле, чтобы она была в почете, мне кажется, это очень важно, как один человек сказал такую мудрую фразу, хочешь дома быть королем, относись к жене как к королеве. Наверное, это мужское пожелание. И Мария? Ну, а женщина, мне кажется, вот очень часто мы, женщины, хотим, чтобы быть любимыми, чтобы нас любили, но мы не можем выцарапать эту любовь у своего супруга. Он может нам дать его как добровольный дар. С другой стороны, тот дар, который мы можем подарить своему мужу, это дар уважения, дар почтения. Это то, что говорил Лев, дар принятия. Если мы будем принимать своего супруга таким, как он есть, искать то, в чем мы можем помочь ему, и то, в чем можем проявить этот подсчет и уважение, я думаю, что придет благословение в нашу семью. Спасибо вам за ваше участие, за вашу открытость, за вашу искренность, за ваши мокрые глаза, за ваши улыбки. Нам было очень приятно, что вы были с нами. Таня, что это у нас в руках и почему это в семейном лагере? В этом году у нас был на женском клубе мастер-класс по изготовлению цветов из бумаги. У нас каждый год уже традиция хорошая, встречаться в перерыве и что-нибудь вместе мастерить. Таня, ну в целом, ты же принимала участие и как слушатель на лекциях, которые были. Какое самое сильное, может быть, такое впечатление осталось? Какая мысль запомнилась? У меня до сих пор в голове пример про велопоход из Парижа в Амстердам. Что действительно, понемножку-понемножку за два с половиной года можно от своей второй половинки много чего добиться. Просто главное усердно стараться. С нами Сергей и Инна. Да, у нас немножко сменилась погода, нам довольно холодно. И все-таки я хотела вас спросить, который раз вы в лагере, как ваши впечатления? Мы в лагере первый раз, и очень понравилось. Вот для себя взяла то, что слушать своего мульту, когда мы обсуждаем какую-то тему, чтобы не говорить о всем сразу, о всех темах. Можно только одну тему одновременно слушать. А я обычно, да, много сразу. А для Сережи? Мне очередной раз Бог напомнил о том, что я должен прислушиваться к своей жене, слышать ее, слышать ее мнение и также учитывать ее, так как она моя супруга, и она полноценный член моей семьи. Самая яркая мысль для меня, все-таки вот общий вывод – это семья – это огромный труд. И нужно трудиться не только женам и мужьям. Вы знаете, нужно трудиться совместно, нужно говорить, обсуждать все свои проблемы. И только тогда у нас будут хорошие, крепкие отношения. Муж должен быть другом в первую очередь, которому можно прийти, поделиться со своими проблемами, трудностями, который должен тебя принимать такой, какая ты есть. А наша задача – также любить, поддерживать, уважать мужа и быть всегда, шагать по жизни вместе с ним – это самое главное. Я думаю, что обсуждение мужское, обсуждение женское, вы линии, которые говорили нет-нет, это совсем не важно, главное – сердце. Специально для Радио Эли Лилия Мюллер из семейного лагеря «Флаула Сма». «Флаула Сма» Субтитры создавал DimaTorzok